привет друзья сегодня расскажу вам о штангенциркуле вот у меня такой штангенциркуле это еще советских времен но в очень отличном состоянии это металлический здесь указан номер на передвижной части и на штанге и также у меня есть к нему чехол вот такой чехол сделан венциркуль по госту 166 3 73 то есть 73 года шкала деления от 0 до 125 миллиметров что это на рынке где-то около 6 долларов сейчас куча их всяких пластиковых и электронных у меня такое к нему привык и пользуюсь потихоньку значит о истории немного расскажу первые штангенциркуле появились в начале 17 века и были деревянными но их точность была не очень высокая поэтому в конце 18 века в англии появляются металлические сангенциркуле которые также задержали вспомогательную шкалу нонеса вот она кстати эта шкала получила свое название в честь португальского анимат математика нонеса которая изобрел прибор другой конструкции но использующий тот же принцип а вот первые серийные производства штангенциркуле было налажено в сша изобретателем джосефом брауном 1850 году и уже более 150 лет это они выпускают штангенциркуле до сих пор как оказывается разновидность штангенциркуля оснащенная глубиномера вот этой штукой называется колумбусом или колумбиком это название произошло от колумбус производителя измерительного инструмента такой штангенциркуль массово поставлялся в ссср под этой маркой знаете что у нас есть здесь в циркуле вот это вот это называется у нас штанга второе вот эта часть внизу вверху это подвижная рамка 3 шкала штанги она проходит здесь по всей штанге 4 губки для внутренних измерений вот они если вам нужно что-то измерить внутри вот так засовываем и измеряем 5 губки для наружных измерений вот они 6 это линейка глубиномера вот она если нужно что-то глубине померить то вставляем и замеряем 7 это шкала но нет вот она внизу и восьмое это вот винт для зажима рамки если вы измерили что-то и вам нужно зафиксировать без проблем закрутили и она осталась не сбилась еще хочу добавить что за таким инструментом нужно следить то есть беречь от пыли влаги если попользовались ним то лучше протереть и чехол спрятать и он вам будет служить долго долго что касается шкала но не у нас тут вот если вы собираетесь что-то измерять то верхняя шкала это скаланами и например у вас получилось так что по замерам у вас пятерка 5 миллиметров а по шкале но не то должны совпадать верхние и нижние ряды первый который совпадет то есть точность по шкале но не то есть вот пятерка есть потом идет 0 1 2 3 4 допустим 4 совпала шкала в шкале значит измерением доказано что это 5,4 ну я чуть-чуть неправильно нарисовал первая шкала которая попадет то есть правильное измерение по шкале но не в общем ребята кому видео понравилось лайкайте подписывайтесь всем пока